Добрый день, коллеги! Мы рады приветствовать вас на вебинаре компании Axelot. Тема сегодняшнего вебинара – ВМС на складах кисломолочной продукции. Автоматизация склада компании – Эвко Каскад. Ведущий сегодняшнего вебинара я, Дарина Стагней, менеджер отдела продаж, и Дарья Полубенцева, консультант ВМС. Напоминаем, что в конце вебинара вы можете задать интересующие вас вопросы, написав их в специальном окне в панели управления. Также материалы данного вебинара вы можете найти на канале Axelot на YouTube и также на сайтах компании Axelot.rf или Axelot.logistics.ru Сейчас давайте проверим звук. Если вам нас не слышно, нажмите, пожалуйста, на значок поднятой руки на панели управления. Как мы видим, почти у всех собравшихся со звуком все в порядке. Если у вас все-таки есть проблемы, попробуйте решить их в настройках своего компьютера или отключиться и заново подключиться к вебинару. Итак, мы начинаем. Компания Axelot обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы качественно выполнять проекты для крупных корпоративных заказчиков. Мы находимся на рынке более 18 лет. В нашем штате около 330 квалифицированных сотрудников. Наши офисы расположены в 5 городах России, а также есть представительства в Казахстане. Основным направлением нашей деятельности является слоская и транспортная логистика. Также мы занимаемся автоматизацией управленческого учета. Поэтому у нас есть корпоративное направление. Оно подразумевает, что мы можем помочь вам с переходом на новую корпоративную систему, подобрать и автоматизировать дополнительные модули для управленческого учета. Мы оказываем полный спектр услуг. От логистического консалтинга до послепроектного сопровождения. Мы стараемся реализовывать наши проекты под ключ. У нас есть не одно разработанное собственное решение. Такие как Аксилот ЕСБ сервисная шина данных, Аксилот ТМС управления транспортом и перевозками, Аксилот управления запасами и закупками, Аксилот RFID, инвентаризация управления имуществом, Аксилот RFID розница, Аксилот RFID сервер. Партнерами нашей компании являются мировые производители оборудования, Такие как Zebra. Они поставляют нам сканеры штрих-кодов, Принтеры, терминалы сбора данных. IBM – поставщики серверного оборудования. Microsoft – программное обеспечение. И, конечно же, фирма 1С, Официальным партнером которой мы являемся. Мы имеем все возможные статусы, подтверждающие нашу компетенцию. Клиентами нашей компании являются заказчики Как крупного, так и среднего бизнеса в различных областях, Таких как энергетика, нефтяная промышленность, Транспортные и спадские операторы, Машиностроение, металлообработка, Металлургия, химическая промышленность, Ну и другие виды деятельности. Коллеги, добрый день. Меня зовут Дарья Полубенцева. Я являюсь консультантом логистического направления. И сегодня я хочу рассказать вам Об особенностях автоматизации складов кисломолочной продукции На примере недавно внедренного нами проекта Компании КРЦ «Эпко-Каскад». Хочу отметить, что особенности и проблемы, О которых мы будем говорить сегодня, Характерные не только для складов кисломолочной продукции, Но также и для любого продуктового склада, Не имеющего ВМС-системы. Главной особенностью рынка молочной продукции Заключается в специфике сырья. Молочная продукция является скоропортящейся И плохо подлежит транспортировке. Это предполагает быструю первичную обработку И доставку до потребителей. В связи с данными особенностями На складах такой продукции Должна быть достоверная информация в режиме онлайн О наличии товара в разрезе сроков годности и качества. А также о его местонахождении на складе В разрезе адресного хранения. Зачастую отсутствие такой информации В дальнейшем приводит к тому, Что на складе появляется большое количество Просроченной продукции. Что в свою очередь Влечет за собой убытки компании. Например, на складе присутствует Несколько партий одного товара С различными сроками годности. В случае, если ВМС-системы отсутствуют Ввиду человеческого фактора В процессе комплектации зачастую Происходит не по принципу ФИФО А по принципу того, Что смог найти сотрудник склада. Таким образом, убирается более свежая партия. А старые партии просто теряются. И к моменту нахождения Обнаруживается, что товар просрочен. Также одной из особенностей Является соблюдение температурного режима на складе. И при транспортировке такой продукции. Существуют определенные регламенты Хранения и отгрузки Такой продукции на складах. И, как правило, выделяются зоны Дополнительного охлаждения. Одними из основных задач Внедрения ВМС-системы В первую очередь является Получение точных данных Об остатках В разрезе качества В разрезе сроков годности И обеспечение системного контроля За идентификацией товара При обработке Сокращение до минимума убытков При порче товара Обеспечение своевременной отгрузки С учетом индивидуальных потребностей Контрагентов И, конечно, увеличение объема отгрузок Также являются основными задачами Внедрения ВМС-системы на складе. Для возможности Введения учета В разрезе партии И сроков годности Товару или номенклатурной группе Присваивается определенная модель учета Которая содержит в себе Настроенные параметрические правила И алгоритмы обработки товара Или же номенклатурной группы Одним из таких алгоритмов Является автоматический пересчет Качество продукции Или, говоря терминами нашей системы Стратегия изменения качества На слайде представлен скриншот Из системы Что мы видим? Мы имеем несколько состояний Или статусов товара В которых он может находиться Это кондиция Условно годен, допустим Если товар является годным Но по тем или иным условиям Ограниченная отгрузка Товар может быть неугодным Или попадать под категорию списания Мы задаем в системе параметры А именно количество дней До истечения срока годности И по прошествии заданного количества дней Товар автоматически меняет качество Например, с годен на условно годен Далее переходит в статус Деликвид и потом уже попадает под списание Если до истечения срока годности Допустим, остался один день И такой товар можно оперативно Отследить по отчету об остатках Стратегии могут быть заданы Для различных групп товаров Как, например, молоко и йогурты Имеют совершенно различные сроки хранения И сроки реализации Поэтому в системе уделяется Несколько моделей учетов Со своим определенным Сводом правил и алгоритмов Одной из важнейших задач Любого склада Является удовлетворение Индивидуальных требований контрагента Клиент предъявляет Определенные требования К упаковке товара К остаточному сроку годности К срокам поставки И невыполнение таких условий Грозит компании весьма сомнительными штрафами В системе реализованы Различные возможности Для выполнения таких требований На уровне интеграции Могут задаваться требования По остаточным срокам годности Индивидуальные правила укладки товара При отборе Оформление грузовых этикеток Оформление сопроводительной документации И многое другое Теперь мне хотелось бы рассказать вам О недавно завершенном проекте Это проект по внедрению в МС-системы На складе компании КРЦ «Эвка Каскад» Немного слов о самой компании Компания «Эвка» является Одним из ведущих производителей майонеза Растительного масла, кетчупа И выпускается под такими известными брендами Как «Слобода» и «Альтера» С 2015 года Открылось новое направление производства Это кисломолочная продукция И компания вышла на рынок йогуртов Также под брендом «Слобода» Предпосылками внедрения Как я говорила ранее Является запуск нового производства На территории складского комплекса Был построен новый склад Склад йогуртов И естественно Система автоматизации отсутствовала Немного в складском комплексе Площадь складского комплекса Составляет 860 квадратных метров Тип хранения – балетные фронтальные стеллажи Режим работы круглосуточный Без выходных Работа осуществляется в 4 смены Ключевыми целями проекта Обеспечение учета товара в разрезе адресного хранения Повышение точности учета в разрезе качества и партии товара Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы склада В условиях увеличения объема продаж Так как запуск проекта Выпадал в сезон пиковых нагрузок А также реализация двустороннего обмена данными С корпоративной информационной системой заказчика Работы по проекту включали в себя несколько этапов На первом этапе было проведено Обследование бизнес-процессов заказчика И результатами такого обследования Стал документ «Концептуальный дизайн проекта» Который включал в себя описание работы ВМС системы после внедрения Следующий этап включал в себя настройку И тестирование макета системы Который был создан согласно концептуальному дизайну А также разработку интеграции С корпоративной системой заказчика Причем разработка интеграции Велась специалистами компании «Аксилот» Как со стороны ВМС системы Так и со стороны корпоративной системы На третьем этапе было проведено обучение Конечных пользователей Это операторы системы ВМС И пользователи терминалов сбора данных Было обучено порядка 80 сотрудников Далее был проведен тестовый запуск системы И заключительным этапом Был непосредственно ввод системы в эксплуатацию И первоначальное сопровождение при запуске Теперь более подробно расскажу о складских процессах Начнем с номенклатуры Компания является производителем собственной продукции И основную часть ассортимента Представляют йогурты, кефирная продукция, молоко Количество производимых из клу Около 70 наименований Также помимо молочной продукции На складе ведется работа с продукцией других складов Склада майонеза, склада йогурта, склада растительного масла Для всей продукции ведется учет по партиям в соком годности Для продукции склада йогуртов Ведется учет в разрезе категории упаковок То есть вся продукция поделена на несколько категорий Согласно массе и объему упаковки В первой категории относится продукция с более тяжелой объемной упаковкой В последней категории относится продукция с самой легкой упаковкой Зональный склад был также разделен на зоны согласно категориям Для каждой из категорий была выделена своя зона хранения Своя зона отбора Для продукции других складов Использовалась технология неуникальных штрих-кодов При приемке товара с других складов на терминале сбора данных При сканировании товара с неуникальным штрих-кодом На экран терминала выдавался список номенклатуры И приемщик выбирал нужную позицию Входящий поток был организован следующим образом Существует несколько источников поступления Это приемка из производства Это приемка продукции других складов И приемка возврата Приемка из производства Представляет из себя приемку товара с конвейера По конвейерной ленте поступают упаковки с товара Происходит формирование палет Далее, в случае, если товар относится к группе товаров Которые требуют охлаждения после производства Происходит размещение таких товаров В специальные ячейки дополнительного охлаждения И по истечению определенного времени Там устанавливается таймер Происходит размещение товара после охлаждения В местах хранения Размещение в местах хранения, как я уже говорила ранее Происходит согласно категории упаковки Если же товар относится к группе Которая не требует дополнительного охлаждения После приемки размещение происходит Через транзитную зону в местах хранения Под транзитной зоной понимается Зона временного хранения товара В данном случае она использовалась Ввиду того, что задача на размещение Принятого контейнера, принятой палеты с товаром Должна была выполняться несколькими сотрудниками В зоне производства работали сотрудники На гидравлических тележках После производства палеты Вывозились в эту временную транзитную зону Сотрудниками с тележками А далее уже размещением должны были заниматься Сотрудники на специальном оборудовании То есть либо на штабиле, либо на погрузчике Для обработки входящего потока Продукции других складов Был реализован процесс кроссдокинга Зачастую продукцию других складов Было необходимо отгружать со склада йогурта Вместе с продукцией склада йогурта В таком случае происходила Приемка товара продукции других складов Происходило автоматическое резервирование Под заказ на отгрузку И размещение принятого товара Уже непосредственно в зону хранения готовых заказов До момента отгрузки К особенностям исходящего потока Относится отгрузка рейсами В терминах системы Рейс это документ Который объединяет в себе Несколько заказов на отгрузку Которые в дальнейшем будут отгружены В одном транспортном средстве Планирование отбора Осуществляется по методу FIFO С учетом остаточных сроков годности Для контрагента При отборе также соблюдаются правила укладки товара Согласно категориям упаковки То есть в первую очередь Собирается товар С более тяжелой категорией упаковки И далее уже Собирается товар С более легкими упаковками Ввиду очень ограниченной зоны отбора Был реализован механизм Подпитки под потребность Подзаказа То есть Планировался пул заказов При планировании пула Система анализирует Общую потребность В зоне отбора По всем заказам С учетом требуемых сроков годности И планируется подпитка Целыми контейнерами в зону отбора Также был реализован кластерный отбор В случае если на один палет Требовалось собрать товар По нескольким заказам Для разных клиентов Как я говорила ранее Интеграция с корпоративной системой Была выполнена с обеих сторон Посредством сервисной шины данных Слот ESB В качестве корпоративной системы Заказчика была конфигурация 1С управления торговлей 10.3 В результате проекта Были реализованы Онлайн контроль остатков товара Управление сроками годности Потери по срокам годности Были ликвидированы Так как На складе Было и стало четкое Представление о том Какие партии есть на остатках В каком количестве Где они хранятся Также был обеспечен Строгий контроль Отгрузки клиентам С тем сроком годности Который им требуется И сокращена зависимость От персонала На данный момент На данный момент Работы по проекту Закончены И ведется Сопровождение системы Если у вас остались Какие-либо вопросы Вы всегда можете Позвонить нам По телефону 8-495-961-26-09 Или прислать запрос На e-mail ОМ-собака Аксилот.ру Еще раз напоминаем Что материалы данного вебинара Вы можете найти на канале Аксилот на YouTube А также на сайтах Компании Аксилот.рф Или Аксилот.логistics.ру Аксилот на YouTube